Дневной разворот Мы будем концентрированы на правилах безопасности, я так сказала бы, потому что, естественно, купели, естественно, будет огромное количество людей и за святой водой в очередях стоять. И не лето на улице. И не лето на улице, поэтому мы поговорим со специалистами, а специалисты нам подробно расскажут, где, как и что в этот день можно, а что нельзя делать. В этот день и в эту ночь, я бы сказала. И в эту ночь, да. Ну ты лучше посвящена в этот вопрос. Не совсем, ну ладно. А в первом часе мы будем говорить о городских делах и говорить будем с главой администрации города Кирова Ильей Шульгиным. Илья Вячеславович у нас в студии. Добрый день. Добрый день. 211-101 номер телефона прямого эфира. 211-101. Мы будем принимать ваши звонки. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, замечания, просьбы, оформляйте их емко, понятно, потому что время нашего эфира ограничено. Ну вы знаете, слушатели, вы же уже опытные товарищи. Поэтому, пожалуйста, 211-101. И, пожалуйста, по вопросам, которые мы обсуждаем все-таки, да, чтобы немножко не... Не факт. Не факт. Ты думаешь? Ну, если это будет вне рамок наших канвы, давайте так, как мы обычно это делаем, когда к нам приходят представители администрации, берем на карандаш, если прямо сейчас по этому поводу нечего сказать. Хорошо. У нас есть четыре темы сегодня. И мы начнем с ситуации с 24-й школы в городе Кирове. Я-то считаю, что это позитивный момент, что вопрос снова поднимается, потому что у администрации, насколько мы поняли, есть позиция решить этот вопрос самым благоприятным образом для детей, которые учатся в 24-й школе, и для их родителей, для семей. И вот как он будет решаться, какие есть планы, вот, собственно говоря, то, о чем мы будем сейчас говорить. Итак, вопрос с 24-й школой очень давно уже обсуждается, в том числе и в нашем эфире. И много раз говорили о том, что школе необходимо помещение, и предлагались места для этого помещения, но он так и не был решен. Напоминаем, что школа находится в здании, в старом здании садика, да, детского садика, и поэтому учатся дети в две смены. Между прочим, хорошая школа, она на хорошем счету, с хорошими программами и учителями. И в хорошем районе. В центре города, практически в историческом центре города, дети учатся в две смены, можно было бы принять и больше детей, если бы было помещение. Но проблема со школами в центре города, она серьезная, и мы здесь уже с Ильей Вячеславовичем говорили, что да, действительно, нужно планово решать эту проблему. Так вот, что, какие намерения по 24-й школе? Ну, поскольку этот вопрос, он, как вы говорите, давно уже стоит и достался определенным образом наследства, то понятно, что нужно решать быстро и по возможности так, чтобы потом к этому вопросу больше не возвращаться. Поэтому первое, что нужно понимать, это то, что школа будет строиться. Сейчас рассматривается, прежде всего, участок Слободы-Шевели, это перекресток улицы профсоюзной Карла Макса. Там участок очень непростой, его необходимо сформировать, там есть ряд проблем и с сетями, и с существующими владельцами участков, которые там сегодня живут. Но это вопрос, который нам придется решать в ближайшее время. Давайте уточним, Слобода-Шевели, это тот знаменитый луковичный овраг, да, вот такой между профсоюзной и Карла Маркса, и дальше уже из Кош идет, да? Там сейчас частный сектор находится. Там есть частный сектор, там есть свободные участки, но это вот нужно, под школу нужно порядка трех гектаров. Порядка трех гектаров в центре нам никто не приготовил, поэтому нам необходимо будет этот участок формировать, это непростое дело, но тем интереснее заниматься. Вот, а параллельно, чтобы сегодня дети, так скажем, не страдали из-за тех условий, которые там сложились, и можно было быстро улучшить эти условия, было рассмотрено ряд вариантов. И на сегодняшний день один из оптимальных вариантов, как нам видится, это посмотреть здание существующего центра подготовки работников образования ЦПКРО по адресу улицы Воровского, 72. Это здание бывшей школы-интерната, там у нас располагается, кроме ЦПКРО, еще две спортивные школы, школа борьбы и бокса и спортивная школа хоккея «Союз». Поэтому вот все эти организации сейчас будем думать, как и куда можно перевести, причем, чтобы не было существенного ухудшения условий, это как минимум, а для детских школ спортивных вообще поставлена задача улучшить условия радикально. Поэтому тут, я думаю, это скорее хорошие новости. Но по ходу вот этого всего обсуждения с активом родительским возникли вопросы, связанные с тем, что, в общем-то, не всем удобно так далеко будет возить детей. Понятно, что мера, так скажем, временная, но, тем не менее, школы не хватает, поэтому в любом случае на месте ЦПКРО решено делать школу. Временно пока туда переедет 24-я школа. Да, родители по поводу начальной школы высказали, что необходимо, ну, точнее, им было бы гораздо удобнее оставить начальную школу в том здании, где сегодня детки занимаются. Ну, понятно, что мы прислушиваемся к этим всем вещам, и понятно, что будем сейчас рассматривать вопрос пребывания там детей. Просто нужно посмотреть, насколько нарушены нормативы в этом здании и привести здание, насколько это возможно, в нормативный вид. Это здание нынешней 24-й школы? Нынешней 24-й школы по улице МОПР-19А. Потому что там все-таки и душновато в классах, и есть проблемы с пищеблоком, он такой у них очень небольшой и в подвале находится. То есть, в принципе, там есть чем позаниматься, ну, нужно просто сделать, ну, так скажем, ремонт. Все-таки решение о том, что начальные классы остаются на старом месте, оно принято окончательно, и вот только какие-то там правки, да, надо внести, и какие-то ремонтные работы в здании произвести, или вы еще будете там думать, да? Понимаете, вот на сегодняшний день по просьбе родителей мы посмотрели варианты, варианты были предложены, родители с чем-то согласились, с чем-то нет. Мы учли их пожелания, то есть сегодня вопрос, он в такой живой проработке, и на сегодняшний день нужно просто немножко дать нам времени, чтобы мы нормально вопрос глубоко проработали и представили уже результаты. Потому что в любом случае этот вопрос будет выноситься на городскую думу, потому что сегодня источников для того, чтобы все вот эти ремонты и в здании ЦПК РОВА, и в здании на МОПРА сделать источников пока нет. Не были запланированы тетрадки. Не были тетрадки запланированы, потому что проблема нарисовалась так довольно оперативно, поэтому в любом случае с депутатами городской думы нужно будет это согласовывать. А согласовывать нужно уже окончательные выработанные решения, поэтому у нас сегодня вот с родителями из прессы выезд в здание ЦПК РОВА, здание школы номер 24, чтобы посмотреть и, как говорится, чтобы журналистское сообщество составило свое мнение, потому что много манипуляций по поводу этой темы в медиапространстве, чтобы все составили свое мнение, чем мы занимаемся, что мы предлагаем, чтобы потом не было никаких выдумок, домыслов, чтобы все это было видно в натуре. Это сегодня именно выезд у вас будет? Да, сегодня, после эфира. А потом уже мы, согласно поручению, должны составить дорожную карту, где учесть все пожелания, прежде всего, родителей и детей, но могу сказать, что в любом случае, те родители, которые были уже в ЦПКРУ, они прекрасно понимают, что, конечно, условия там лучше. И, конечно, мы после того, как первый этаж, где сегодня располагаются спортивные школы, мы тоже там будем приводить все в порядок, то есть в итоге к 1 сентября дадут задание, чтобы 1 сентября это здание открыло свои двери, и чтобы там можно было нормально, спокойно учиться. Потом, когда будет построена 24-я школа уже в Слободе-Шевеле, это все-таки процесс такой небыстрый, но тем не менее. Ну, сроки примерно хотя бы 5 лет? Нет, нет, нет. Меньше? Я надеюсь, что все-таки нам удастся уложиться до 1 сентября 2020 года. Если это получится, ну, это будет просто, я думаю, суперрезультат, потому что и место хорошее, но участок, я говорю, сложный, то есть все знают, что это овраг, то есть чтобы школа не была в овраге, нужно там провести определенные работы, поэтому такой вопрос очень непростой, но в любом случае это надо делать. Илья Вячеславович, касательно переезда, есть у меня вот какой вопрос. Прорабатывали ли вы вот какие-то маршруты, по которым дети из района нынешней 24-й школы будут перемещаться в новое здание, и смотрели ли вы как с общественным транспортом? Есть ли какой-то прямой маршрут вот из того района улицы Мопра в сторону Воровского, 72? Честно скажу, я вот сразу не отвечу на вопрос, есть ли там какие-то маршруты. Дано задание поработать по двум направлениям, чтобы было удобное сообщение транспортное от этого места до Воровского, 72, это перекресток улиц Сурикова и Воровского за зданием Керафотканала, вот проекта. И кроме этого, если у нас там все-таки будут какие-то младшие группы детские, пусть даже это будет там 4-й, 5-й класс, нужно посмотреть, чтобы было организовано сообщение школьными автобусами. То есть это будет прямо вот автобус, который будет только школьников перевозить? Я не знаю. Зачем он нужен, Аня, зачем он нужен в городе Кирове, школьный автобус? Это история пригородов и маленьких поселений. Прекрасное транспортное сообщение с улицы Ленина, где практически находится сейчас 24-я школа, на улице Воровского. Единственное, что может быть понадобится, увеличить количество, например, рейсов, автобусов. Зачем школьный автобус? Ну, они же малыши. Но вопрос в поработке, на самом деле. То есть я вот сейчас не хочу возбуждать какую-то дискуссию. Давайте вот мы просто этот вопрос поработаем. В администрации, тем, кто занимается транспортом, дано поручение. Они должны сейчас представить варианты и совместно с департаментом образования эти все вопросы согласовать. А мы уже посмотрим, какие варианты выбрать таким образом, чтобы все-таки и сэкономить, и, с другой стороны, чтобы никто не был ущемлен, чтобы дети были обеспечены транспортной доступностью. Ну, так же, как родители. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова. У нас сейчас в студии 211-101. Вы можете задавать свои вопросы Илью Вячеславовичу, но уже через полминуты, потому что у нас короткий перерыв. Программа «Дневной разворот» продолжается. Мы говорим с главой администрации Кирова Ильей Шульгиным. У нас есть телефонный звонок. Давай сразу примем. Ну, хорошо, давай примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Валентиновна. У меня бывшее санитарно-фельдшерское образование. И у меня просто слов нет. То, что там промышленная зона, что находится шинный завод, недалеко из КОЖ, что там идет высоковольтная линия на эти заводы электричества. Раньше картошку под ними не разрешали садить, а теперь школы ставить. Как бы санитарные нормы собираются соблюдать. Нас интересует вопрос экологической безопасности и санитарные нормы. Правильно? Да. Спасибо большое. Как с этим будет работать? Ну, с этим будем работать так же, как и со всем остальным. То есть, если там нормы не будут... Ну, будем смотреть, какие там санитарные зоны вообще есть. Потому что линия электропередача, которая там проходит, я сказал, участок очень непростой, и, возможно, придется переносить сети. Ничего в этом страшного нет. Это обычная технологическая операция, которая регламентируется определенными техническими правилами. А все остальное, то, что касается... Рядом там завода ИСКОЖ и шинный завод. Раньше, да, это были очень грязные производства. Мир не стоит на месте, технологии меняются. И самое главное, что в нашей стране, могу сказать, это совершенно профессионально, как человек, который поработал всю жизнь на заводах, что в России на сегодняшний день одни из самых жестких санитарно-экологических требований и норм, которые в силу закона всеми выполняются. Поэтому и санитарные зоны у заводов сокращаются. Кроме того, надо вспомнить, что оба эти завода стоят в парковой зоне. Там у ИСКОЖ как минимум здесь свой парк. Надо вспомнить, что представители этих заводов приходили к нам в эфир и рассказывали об экологических каких-то вещах, о проверках и прочих прочих прочих, и о переоборудовании, модернизации предприятий. Мы, естественно, об этом будем рассказывать в эфире обязательно, как это все происходит. Ну и, конечно же, наше пожелание общее, это уже исходя из практики и разговоров со слушателями, хорошо бы, чтобы при школе тоже была какая-то небольшая, но хоть маленькая, но зеленая зона. Это, наверное, и правилами даже предусмотрено. Я могу сказать, что у нас город, на самом деле, он такой традиционно зеленый. Просто я уже по этому поводу высказывался и могу повторить, что у нас большая задача вообще по реновации, в том числе зеленые зоны всего города. То есть нужно избавиться от тех зарослей, по поводу которых приходит огромное количество обращений граждан, от тополей, избавиться от зарослей американского клёна и перейти уже к таким более принятым в городской среде красивым, благородным деревьям, таким как береза, клён, ясень, дуб. Ну, масса их. Давайте перейдем к следующему вопросу. Нам интересует ситуация с управляющими компаниями, которые принадлежат в том числе и городу, это управляющие компании Ленинского района и Октябрьского. Я процитирую Елену Васильевну Ковалёву, которая после вашего совместного рейда по дворам уже Октябрьской управляющей компанией в Фейсбуке написала, если они не начнут работать качественно, то и на их месте будут другие люди. Ранее вы сделали то же самое по отношению к директору Ленинского управляющей компании. Это было в конце прошлого года. И уволили главу Ленинского управляющего компании. Он уволился не один, ещё с двумя своими коллегами, при этом получив... Он уволился не один. При этом получив вполне себе неплохое выходное пособие. На троих у них получилось 2 миллиона рублей. Что происходит с муниципальными управляющими компаниями? Ну, я сразу говорю, в полном смысле муниципальная управляющая компания это у нас управляющая компания Ленинского района. А в Октябрьской компании администрации участвуют через МОПТКС. Это соучредитель Октябрьской компании. Большая часть пакета принадлежит физическим лицам. Но, тем не менее, мы можем туда посмотреть внимательно. Что касается Ленинской управляющей компании, то вот по итогам того рейда 21 декабря, который состоялся и был рекомендован Мельникову уволиться, директору прежнему, там произошло следующее. Человек ушел... Ну, после разговора со мной, человек не внял вообще ничему и ушел в отпуск. До 31 декабря. Появился на работе 9 января с одной только целью издать все приказы, согласовать со своим работодателем АТП. Господин Дубровин ему все подписал почему-то, не согласовал со мной, хотя было прямое указание этого не делать. Я имею в виду никаких выходных пособий не предоставлять, потому что качество работы было отвратительное, и, кроме того, человек получал вполне себе такую серьезную зарплату. Эти люди решили, что вот можно так поступить, и могу сказать, что сумма там на самом деле не на 2 миллиона, а на 2,5, потому что уволился Мельников, уволился Сысоев и Солдатов, и главный бухгалтер Алтибеева, который тоже себе получил более полумиллиона выходного пособия. Непонятно, правда, за что, но будем разбираться. Подождите, Павел Сысоев вроде недавно пришел совершенно в ленинскую кампанию, из фонда капремонта. Из фонда капремонта Павел Сысоев ушел, потому что были большие вопросы к его работе в фонде, и они, в общем-то, и остались. Нет, 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 у меня вопрос просто в том, что он в ленинской кампании проработал недолго, но при этом получил какое-то выходное пособие. Ну, в том-то и дело, что, понимаете, вот эта ситуация, она почему и меня возмущает, и жители возмущены, потому что люди пришли, что называется, как-то ржавого гладя не забили, толком ничего не сделали, и при этом вот позволили себе такие выплаты. Опять же говорю, ни с кем не согласованы. То есть, может быть, конечно, по букве прописанной в договоре, это мы сейчас все будем разбираться, кто это все прописывал, может быть, там и можно такие технические вещи делать, но вот с точки зрения менеджмента, я могу сказать, что там нет никаких оснований для того, чтобы человек не то что какие-то выплаты получил, чтобы минимальные премии, но какие-то платили. Потому что неоднократно было сказано, что работа отвратительно необходима ее менять. Губернатор во время нашего последнего выхода, глядя на то, как Октябрьская управляющая компания прибралась в том месте, куда они знали, что мы приедем, даже там было неприбанно, и причем Галина Ивановна, как говорится, без разозрения совести говорит, вот тут мы уже убираемся уже который день, а там пройти невозможно. И возникает вопрос, что необходимо на сегодняшний день выработать четкие критерии и по ним принимать работу, потому что люди платят за конкретный результат, а пройти невозможно. А люди думают, что вот мы сейчас тут тракт опустили, и это кого-то впечатлит. Впечатлит, когда люди будут ходить по нормальной прибранной улице. Точка. Других вариантов-то нет. А у нас постоянно мы получаем сводки в администрации от Минздрава по травматичности жителей города в зимний период. Ну, это касается и падающих сосулек и всего остального. Слава богу, как-то в этом году вроде бы ситуация такая некритичная. Но, тем не менее, это же медицинский факт, то, что люди на улицах из-за того, что плохо прибрано, не подсыпано и головелица, падают и травмируются. Не так страшно, когда падает там, ну, условно говоря, я упаду не страшно, я здоровый взрослый мужик. А если упадет пенсионер или ребенок? Поэтому вот управляющие компании должны как-то, не знаю, в себя прийти и немножко пересмотреть свое отношение к делу и банально чистить. Если нужно до асфальта, вот чистить до асфальта. Потому что рядом, где мы ходили, стоит высотка. Так там губернатор сказал, видно, какого цвета плитка, и просто почищено все до самого основания. Что мешает всем остальным так делать? Там, наверное, ТСЖ и какая-нибудь хорошая управляющая компания, у которой в управлении небольшое количество домов, и она успевает справляться с работой. Тоже не дело в том, что большое или небольшое. Есть маленькие заводы, есть большие заводы. И те, и другие нормально работают. А вот здесь у нас получается, что вот маленькие компании, они вот как-то традиционно за своим домовым фондом смотрят, а большие компании почему-то не смотрят. А в чем проблема-то? Что там? Есть проблема на них? Рук не хватает? Ну, рук не хватает. Я могу сказать, это ума не хватает. Организовать все правильно. Что сейчас будет происходить с менеджментом обеих компаний? Что будет с Ленинской? И пока непонятно, кто ее будет возглавлять или уже сформирована команда? Почему понятно? Сформирована команда. На место ушедших пришли уже люди. Им данное поручение не работают. В отношении тех, кто ушел, и в отношении тех людей, которые принимали решение об этих выплатах, как в администрации, так и в ОТП, назначены служебные проверки, которые должны выявить, кто за что отвечает, кто должен был за этой ситуацией следить, и кто ее упустил. И по итогам будем делать выводы, в том числе, возможно, канровые. Но это, понимаете, я вот сейчас не хочу это все предвосхищать. По итогам проверки, все материалы, которые мы получим, в том числе, они будут переданы в правоохранительные органы для того, чтобы была дана правовая оценка всему происходящему. Если там все, как говорится, сделано по боку закона, ну что ж, я думаю, что мы найдем способ, как эти деньги все-таки постараться людей убедить вернуть. Если этого не получится, ну, в любом случае, мы жителей будем держать в курсе. Они уже получили эти свои выходные посуды. К сожалению, да. Понятно. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. После этого у нас еще два вопроса будет к обсуждению. Напоминаем, что вы можете позвонить в прямой эфир 211-101. 211-101 с нами в студии глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь студия Анна Лапшина и Светлана Занько и Илья Шульгин, глава администрации города Кирова. Спасибо, что вы нам звоните по телефону 211-101. Принимаем звонок. Звонок касается Парка Победы. Да. Строительство жилого дома 19-этажного. Как бельмо в глазу. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лидия Петровна. Я житель этого района. У вас окна выходят на 19-этажку? Да, ну, не совсем, но практически рядом. Я на улице Мира живу. Так, и что? Ваше предложение? Мое предложение, ну, не знаю, запретить строительство дома, хотя сейчас уже там 9-й этаж строится, но, по крайней мере, уже сейчас страшно смотреть на этот дом, но когда будет 19 этажей, это просто, ну, уродство какое-то. И Илья Вячеславович человек заинтересованный, серьезный, ответственный, и больше не к кому, наверное, обратиться, как еще группе поддержки. Я прошу прощения. Во-первых, давайте мы немножечко уточним. Это 19-этажка, которую строит компания Кировский ССК. Это первое, насколько я понимаю. Второе, я так понимаю, это перекресток Мира и Монтажников. Практически, да. Теперь у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что застройщик, который начал строительство, скорее всего, продал квартиры в этом доме дольщикам? И люди, которые заплатили свои деньги, сейчас, по вашему предложению, они вот куда пойдут? Я не знаю все технические детали этого вопроса, но когда продавали этот участок, это же было явно, что больше, чем 2-3 этажа там нельзя строить. И тем более, это на территории Парка Победы. Ну, уродство. Спасибо большое. Мы с вами хотели задать вопрос про Парк Победы. И речь в нашем вопросе идет все-таки о тех 4,5 гектарах, которые сейчас не застроены еще, которые были проданы чуть более чем за 300 тысяч рублей, и по которым сейчас группа активистов снова поднимает вопрос и написала письмо на имя главы администрации, на ваша имя, Эмилия Вячеславович. Насколько мы знаем, письмо в администрации, оно зарегистрировано, там есть какое-то количество подписей, но приложены еще и 6,5 подписей, которые собирали... 6,5 тысяч. Тысяч подписей, 6,5 тысяч подписей, которые собирали в 15-м году, когда выходили на митинги большое количество горожан для того, чтобы отстоять парк. Я всегда так говорила, и тогда, и сейчас, но на том месте, которое называется парк, деревьев практически нет. Но там в свое время было футбольное поле, там были хорошо развиты теннисные корты, уж какие они были по качеству в нашем городе, довольно средние, но у нас вообще кортов очень мало, а зеленых насаждений там не было. Но всегда, всегда, во всех речах жителей городских это место обозначается как парк, и потребность в какой-то рекреационной зоне там всегда была. Так вот, что теперь с этой жалобой? Можем ли мы сказать, что она будет рассмотрена? Подозреваете ли вы, что могут быть какие-то механизмы возврата этого участка в овладении муниципалитета? Ну, я могу сказать, что да, обращение от депутатов и активных граждан города, оно поступило в администрацию, его я обязан рассмотреть. Понятно, будем в ситуации этой разбираться. Я так понимаю, что это довольно давняя история. И, в принципе, на скидку, сейчас не буду какие-то выводы делать, могу сказать только одно, что поскольку этот вопрос, ну, опять же, как и 24-я школа мне достался в наследство, то я обязан с этим разбираться. И понятно, что пока какое-то решение принято не будет, то жители вот это будут так вот возмущать, беспокоить. Сейчас и с этой и с многоэтажкой нужно тоже посмотреть, как там все это оформлено. Ну, могу сказать, что там, где уже, как говорится, дом строится, тут понятно, что есть разрешение на строительство, поэтому тут что уж поделаешь. Я так понимаю, что больше всего людей возмущает то, что вообще там потенциально возможно какая-то застройка. Массовая. Массовая, тем более, да, потому что 4,5 гектара это вполне парижная территория. И на сегодняшний день мы, так скажем, в активном поиске решения думаем, советуемся, консультируемся с депутатами, ну, в общем, со всеми, кого это касается. и, в принципе, уже, так скажем, нащупал некий компромиссный вариант, который, думаю, возможно, что он может устроить всех. А можете подробнее рассказать или пока нет? Подробнее? Ну, понимаете, вот, с одной стороны, есть группа лиц, которая этот участок так или иначе приобрела. По закону? По закону. То есть на сегодняшний день состоялись все судебные решения, состоялись все, так скажем, какие-то мероприятия, связанные с передачей этого участка группе лиц. И на сегодня могу сказать, что как-то вот пытаться это все обратно вернуть на место, наверное, это мало перспективно. С другой стороны, люди, которые купили и думают, что там можно сделать какую-то высотную застройку, они тоже, наверное, ошибаются, потому что этого сделать нельзя, потому что люди, нельзя с людьми так поступать. Если люди против, значит, нужно к этому как минимум прислушаться. Поэтому могу сказать, что намерения там выдавать разрешение строительства у администрации нет. Это вот совершенно такая твердая позиция. Слушайте, очень интересно получается. То есть собственник приобрел участок наверняка с какими-то далеко идущими планами. Теперь получается, что многоэтажек там не будет. Но вот у администрации видение есть. Что может появиться тогда на этом участке? спортивный объект, образовательный объект? Или пока что обсуждается только это? Ну, понимаете, все это обсуждение, но просто 4,5 гектара это территория, которая по нормативу как раз попадает на один садик, одну школу. Отлично. Понимаете, я думаю, это будет тот компромиссный вариант, который, если мы сейчас сумеем вот эту вот идею как-то развития договориться о том с собственниками участка, что стоит все-таки в эту сторону посмотреть и к нам прислушаться, то я думаю, это на долгие годы решит проблему, и жители будут довольны тем, что, в общем-то, удалось это место отстоять, как они говорят, потому что у нас рядом парк, участка хватит на то, чтобы сделать очень хорошую школу и очень хороший детский садик и ту и другую, возможно, с бассейном. Это место будет очень таким центром притяжения, а парк, это будет, так скажем, дополнительная зона, где дети смогут заниматься, скажем, лыжами. То есть, это все, оно в обсуждении, ну, опять же, я рассчитываю на благоразумие и добрую волю сегодняшних владельцев, потому что это только самое начало пути и к чему мы придем, сложно сказать, но самое главное, нужно помнить, что это за место, потому что я хоть в городе недавно, но могу сказать, что вот уже, как говорится, познакомился с многими легендами города и одна из легенд этого города, то, что там была в свое время слобода, деревня, откуда ушли мужчины на войну и почти никто не вернулся. Поэтому у меня предложение все-таки это место увековечить вот таким вот образом, потому что все-таки дети, они достойны того, чтобы, во-первых, иметь стабильное, хорошее будущее, а с другой стороны, достойны того, чтобы помнить о том, какой ценой это все далось. У нас есть телефонный звонок, давайте примем его, 211-101, номер телефона прямого эфира. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Надежда. Слушаем вас. Я прошу главу администрации принять решение о сокращении этажности зданий. Ну, что такое, мы же не в Китае живем. То есть это не касательно Парка Победы, это касательно всего города. и в Китае живем. Вообще везде повсеместно? Сокращается сейчас этажность. Вы хотите сказать, чтобы мы сократили, мы, я председаю себе, да, головедный, вы хотите сказать, чтобы глава администрации города своим решением сократил возможность строительства многоэтажек повсеместно и в новых микрорайонах? Да, везде сократить. Ну, вот в чистых прудах. Надежда. Там ведь ужас, что делается. Там огромные дома стоят. Надежда. И когда вот ходишь по улице, там просто кишня кишет народу. Надежда, а почему вы считаете, что необходимо строить малоэтажные дома, а не многоэтажки? Да, это уже в Европе сейчас такой настрой идет. Потому что в Европе такой настрой. Сокращается этажность. Это неудобно для людей. А вот случись пожар, как вот недавно показали. Понятно, спасибо. И у нас точно такой. Еще вот такой вопрос. Вот у нас облицовывают дома этой плиткой, ну, как они, вентилируемые фасады. Вентфасады. Вот у нас проверяют ли качество этих фасадов. Понятно, Надежда. Подожди, у меня прямо вот один вопрос все-таки нашей слушательницы есть уточняющий. Надежда, до какой высоты вы готовы терпеть многоэтажки? 10 этажей? 12? Алло? Отключились, Надежда. Так мы и не поняли. 3 этажа должно быть в городских домах или 10? Да, ну вот. Ну, вообще, человек совершенно справедливый нам рассказал про те тренды, которые на сегодняшний день существуют, в общем-то, в городской архитектуре. Потому что есть, понятно, запрос в очень дорогих мегаполисах, таких как там Нью-Йорк, Москва, не знаю, Дубай. Там, где очень дорогая земля, и люди вынуждены на небольших клочках вытаскивать максимально, с максимальной этажностью здания. И сегодня есть определенные даже соревнования между государствами, кто построит выше небоскреб. А в таких небольших областных центрах, как наш город, понятно, что людям было бы комфортно, чтобы было больше места, чтобы было больше места над головой, в том числе. Поэтому, наверное, такое замечание не справедливо. Другое дело, что просто есть определенные нормы строительные, которые тоже на сегодняшний день действуют в нашем городе. Насколько я могу помнить, у нас этажность ограничена 17 этажами на сегодняшний день. Понятно, что кое-где есть превышение, но давайте честно скажем друг другу, что в любом случае нужно прислушиваться к мнению жителей. И у нас есть компании, которые на сегодняшний день, я не буду их называть, но они известны, которые ведут малоэтажное строительство и успешно продают свои дома. Строят таунхаусы, строят малоэтажные дома, строят застройки такая каскадная, то есть начиная с 3, 5, 7, 9 этажей. То есть это выглядит очень симпатично. Все эти места неизвестны, люди могут поехать посмотреть. Это современная архитектура. Кто-то привык строить многоэтажные бюджетные дома, но и те, и другие имеют право на жизнь. Вопрос просто, что выбирает житель. Сегодня мы видим, что современная архитектура малоэтажная, приятная, она востребована. И та компания, о которой я говорю, у нее проблем с реализацией нет. Есть компании, которые испытывают проблемы с реализацией, у которых стоят многоэтажные дома. Тоже эти компании все известны, поэтому тут вопрос стратегии, как дальше выживать. Потому что, наверное, уже нужно понять, что нужно продавать то, что людям нужно, то, что востребовано на рынке, а не то, что, так скажем, технологически привычно. Я полностью с вами согласна, но все-таки, мне кажется, не стоит забывать, что малоэтажное строительство так или иначе повлечет за собой расширение площади города. А следовательно, вот эти все проблемы, вытекающие с логистикой, транспортной, строительством новых улиц, с доступностью и прочим, и прочим, и прочим. То есть, если мы не строим многоэтажки людям, то куда деваться? Серьезнейший вопрос, на самом деле, но это вопрос, на самом деле, профессионализма людей, которые занимаются градостроительной деятельностью и планировкой нашего города. И понятно, что вот на сегодняшний день есть определенный уровень накопленных проблем, которые, опять же, ну вот, с ними нужно будет разбираться в течение ближайших, там, трех-пяти лет. Будем это делать. Очень хороший вопрос нашей слушательнице, который касается вентилируемых фасадов. Я бы даже дальше пошла и сослалась бы на блок Антона Касанова, буквально вчерашний, мы его разместили на нашем сайте. Он обращает внимание на здание авиационного техникума, которое сейчас будет отремонтировано. Это здание 50-х годов прошлого века, и сейчас в результате реставрации фасада это здание будет покрыто синей плиткой. Реконструкцией, я бы сказала. Он называют реставрацией. Будет покрыто синей плиткой. Вентфасад, синяя плитка, достаточно примитивный, на мой взгляд, внешний вид. В общем, эта история с вентфасадами и с плиткой, которая покрывает сейчас все, не только новые дома, но и старинные здания, а 50-е годы можно уже сказать, что это старинное здание, она тоже вызывает сомнения и очень бурное обсуждение общественности. Как вам нравятся вентилируемые фасады? Может быть, еще и по цветовой гамме наших фасадов пройдемся? Понимаете, есть удачные архитектурные решения, есть не очень. Я думаю, что, понимаете, все же старой как мир. Я думаю, что в Древнем Риме или в Афинах, когда шла застройка марманными колоннами, наверняка было сломано немало копий по поводу того, что это все вульгарно, искусно и ужасно. А сегодня мы этим всем любуемся как достоянием мировой культуры. Поэтому все же течет и меняется. И те решения, которые принимаются сегодня, какие-то удачные, какие-то нет. Удачные будут жить дальше, а неудачные будем переделывать. Поэтому, честно скажу, у меня какого-то уж такого негодования по поводу того, как выглядят вентфасады. Есть удачные примеры решения, есть неудачные. Ну и потом все-таки голубой цвет, синий цвет на фасаде авиационного техникума, я думаю, что он созвучен небу и самолетом. И самолетом. Поэтому кому-то это может показаться удачным, кому-то может показаться неудачным. Самое главное в городе, в нашем городе, потому что он такой все-таки очень богатый историей и очень уютный, я бы рекомендовал всем, кто так или иначе планирует какое-то строительство, избегать каких-то совсем может таких ярких доминантов. Потому что у нас все-таки люди привыкли к тому, чтобы при глазах он был красивый, спокойный, вкусово взвешенный какой-то архитектурное решение. И думаю, что просто нужно избегать каких-то ядовитых цветов, которых выкрасили детские садики и начальные школы в последние два года. Могу сразу сказать, как родительница. Это страшно просто. Такой ядовитой бирюзовой краской. Откуда только она взялась в нашем городе? А ты знаешь, я думаю, она годами лежит, потому что вот их красят и красят, красят и красят. Вот в моем детстве красили в такой цвет и продолжает. Я вот не помню, что такое было. Это просто боль, извините. Или тебе пошло. Понимаете, я могу такой пример из жизни привести. Я сам закончил Казанский государственный университет и химический факультет. Это один настоящее здание на улице Ленина, сейчас это улица Кремлевская в городе Казани. Здание традиционно такого красивого, городского, спокойного, желтого цвета с белыми колоннами. Оно старинное, такое очень с историей. Однажды его покрасили в поросячь розовый цвет. Вот как у нас сейчас. Вот кто это сделал, я не знаю, но понимаете, это здание в таком виде простояло два года. Потом цвет вернулся. Поэтому я говорю, все, что неудачно, оно будет возвращаться все-таки на более классические какие-то решения. И это будет, хотим мы этого или нет, но город, он живет своей жизнью и какие-то есть ангелы-хранители, которые все это, так скажем, регулируют. А нам просто нужно следовать определенным канонам, которые нам необходимо выработать совместно, чтобы вот таких вещей избегать. Потому что вот недавно владельцы одного здания в городе, довольно большого, не буду опять же там персонажей называть, принесли проект, как они его видят. Оно покрашено в очень яркие радужные цвета. В цвет радуги. Очень яркие цвета. То есть вот просто доминанты жесточайшие. Я говорю, вы чего делаете-то? Так же нельзя. На это же люди будут смотреть. А мне в рисунок смотреть больно. Поэтому я думаю, что какие-то вещи будем просто смягчать. Какие-то... Ну, это совместная работа. Понимаете, у нас есть городсовет, у нас есть общественный совет. Мы все значимые какие-то вещи по городу в любом случае пропускаем через общественное слушание, где нужно просто научиться слушать друг друга. Спасибо. Это хорошая точка в нашем первом часе. Мы благодарим Илью Шульгина, главу администрации города Кирова. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. И вернемся в начале следующего часа. Я и Анна Лапшина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова